Уважаемые коллеги, добрый день. Рад видеть наших студентов. Уважаемые коллеги, преподаватели и гостей нашего университета, участников семинара «Нижний Новгород. Судьба региона». Я нахожусь в ситуации, когда я должен представить человека, которого вообще-то можно и не представлять. Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель высшей школы экономики, один из основателей нашего с вами университета. Сетевого распределенного национального исследовательства. Еще одна фраза. Сегодня утром, днем, когда я встретил Евгения Григорьевича на вокзале и поспешил уточнить тему лекции, я сказал, ну, вот, Евгений Григорьевич, надеюсь, что вы расскажете нам, поговорите, порассуждайте на тему «Культура имеет значение в экономике». Евгений Григорьевич исправил эту формулировку, добавив всего только один союз. «Культура имеет значение и в экономике». После этого говорить нечего. Еще раз. Валерий Григорьевич, а сколько у меня времени? 20 минут? Нет, ну что вы, что вы, сколько вы сочетаете минутку? Да, и еще я забыл сказать, раз был задан такой вопрос, одна из последних книг журналиста Андрея Колесникова «Диалоги с Евгением Ясимом», если кто-то не читал, не видел время. Здравствуйте, дорогие друзья, я рад снова встрече с вами. И тема тоже меня очень интересует, потому что, если обратиться к истории моей жизни, то у меня были замечательные моменты, когда, начиная с осени 89-го года, я начал работу во Всесоюзной комиссии по экономической реформе. По-моему, там Всесоюзной не было, но она была на Союз. И ее возглавлял Леонид Иванович Абалкин. Значит, я в этот момент уже был немолодой человек, но все-таки у меня была большая надежда, что я могу сделать что-то полезное для осуществления рыночных реформ в России. Меня спросили, ну что, вы согласитесь пойти? Знаете, есть такое, с двойственным выражением. Если вам делать нечего, и вы такой дурак, ну тогда соглашайтесь. Если нет, то вы будете жить спокойным человеком. Если я ответил так, что я соглашаюсь. Вот. После чего получил приглашение на работу в эту комиссию. В течение короткого времени мы вместе с Григорием Алексеевичем Левнинским написали первую концепцию реформ, которые должны проводиться в России. Ее докладывал Леонид Иванович Абалкин в октябре 89-го года в колонном зале Дома Союза. А в это время мимо колонного зала шла колонна демонстрантов с блокадом «Долой обалканизацию всей страны». Ну, то, что мы предлагали, это были, в общем, довольно сейчас уже обычные, банальные рыночные формы. Почему это я говорю? Потому что у меня было глубокое убеждение. Поймите, простого советского человека. Я родом из Одессы и, так сказать, провинциал, значит, не с этими, потому что я не был так близко связан с московской элитой. И я полагал так, что самое главное – провести эти реформы, ввести свободные цены, открыть экономику, приватизировать основные бастионы социалистической индустрии, и после этого все будет хорошо. Значит, это мое убеждение держалось довольно долго. Мы потом подготовили программу «Пятьсот дней». Если вы про такую услышали, она называется иначе, но, так сказать, официально называется иначе. Но у меня она живет только как программа «Пятьсот дней», потому что, ну, в каком-то смысле, смысл этих всех реформ был такой, что мы что-то можем сделать в течение «Пятьсот дней», а дальше будет «Пятьсот дней», а потом дальше будут развиваться какие-то проценты, от которых, значит, будет дальше развиваться и экономика, и общество, и так далее. И было разбалтывающее убеждение, что самое главное – провести в жизни то, что можно сделать за пятьсот дней. Ну, а потом, как пойдет, все равно все исторические события не проконтролируешь. Ну, наконец, после целого ряда приключений, весьма интересных, потому что нам в конце 89-го года сказали, ну, хорошо, все в порядке, но мы ваши реформы откладываем на два года. Ну, Евгенийский немедленно подал заявление об отставке, и просто, так сказать, рассказал наше мнение Леонида Ивановича Балкина. Вот, тем не менее, как-то настроение было такое, что хватит уже полиформы, вы все разрушите, и нельзя. Так, короче говоря, процесс остановился, и с этой остановкой Леонида Ивановича Балкина уехал, ой, извините, Николай Иванович Рыжков уехал в командировку в Малайзию. И Балкину, он сказал, ну, вы, вернее, не Балкину, а Маслюкову, тогда его заместителю и председателю Госплана. Ну, вы посмотрите, как там повезло назад, потому что действительно так вроде слишком быстро нельзя. Через пять дней Маслюков позвонил, а Балкину сказал, «Леонид Иванович, у вас что-нибудь есть? У нас что-то ничего не получается». Он сказал, у меня есть. У него было пять страничек, которые он написал на имя будущего президента Советского Союза, господина Горбачева, который должен был стать президентом в марте, по-моему, следующего, там, 90-го года. Ну, тогда, когда к нему обратился Юрий Николаевич Маслюков, он согласился, да, у меня есть, и отправил эти пять страничек. Я не знаю, что там было написано. Но после того, как он получил, Маслюков прошел еще день или два, потом звонит Леонид Иванович нам и говорит так, садитесь немедленно, и чтобы в объеме 10-15 страниц текст, который можно будет потом вручить при возвращении Рыжкову, а Рыжков потом уже там посмотрим, что он будет дальше, немедленно нужно закончить. Ну, в общем, закончили. Быстро, не очень, ну, конечно, внимательно относясь ко всем фактам, которые нам были известны, но не очень углубляясь, прямо говорю. Значит, этот текст был передан в объеме 13 страниц Рыжкову, когда он спускался с трапа самолета. Прошло некоторое время, и мы получили сигнал, что Рыжков согласился, чтобы эту записку превратить в настоящую программу в течение месяца, и дальше приступаем к работе. Все, нельзя больше ценить. Ну, мы занялись, провели эту работу. Когда там все было закончено, она готовилась к президентскому совету, который должен был состояться в апреле месяце. Мы получили высшую награду за эту работу. Нас все, кто там участвовал в этом главном коллективе, отправили в научную командировку в Японию. И мы там пробыли какое-то время, пока здесь эта каша варилась. Когда в тот день, когда мы вернулись в Россию, очарованные и заведенные теми важными достижениями, которые были у Японии и теперь могли достигать их мы, вот мы уже услышали доклад Горбачева в городе Мурненске, где он сказал, мы никаких резких, радикальных действий по реформированию российской, советской экономики ничего делать не будем. И, так сказать, умеренность, аккуратность, это наш лозунг и так далее. Обращаю ваше внимание, это был апрель 90-го года. Апрель 90-го года. Ну, мы приехали, вы поняли, чего от нас хотят. Честно сказать, я уже дальше над этой программой не работал, мой друг Явлинский тоже, но что-то там было сделано, самые главные шаги были объявлены в нашей стране Николай Ивановичем Рыжковым 24 июля 90-го года. Извините, что я так подробно напоминаю, но, знаете, это такая живая история, я от нее никак не могу уйти. А для вас это интересно, потому что это все предусловит по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вот сейчас у нас такой спокойный сон. А тогда вот это все было бурное течение событий, каждый раз, так сказать, наставления народа играли важную роль, и к ним прислушивались, и выступали люди с одними взглядами, с другими взглядами. В общем, это был очень живой, интересный период истории нашей жизни. Короче, 24 мая 90-го года Николай Иванович Рыжков выступил на сессии Верховного Совета СССР, Союзного Парламента. Рядом, через дорогу в Кремле, заседал только что избранный Верховный Совет РСФСР. А здесь Николай Иванович, ну как бы свои выводы о том, что мы должны делать, изложил. Первое, повысить все цены на продовольствие в два раза, ну и сохранить их. Затем на хлеб нужно повысить в три раза. Еще какие-то такие вот радикальные меры для того, чтобы остановить сползание наше в, так сказать, в худшее положение, было объявлено. К вечеру этого дня никаких товаров в магазинах не стало. Но если не в этот день, то в следующий день точно. И стало понятно, что Николай Иванович Рыжков вместе со своими коллегами, самым главным из них был Валентин Сергеевич Павлов, тогда министр финансов, вскоре премьер-министр. И тогда началась какая-то такая кампания, которую очень разогрел Борис Николаевич Ельцин, который в эти дни буквально, 26 или 27 мая, он сказал, что вот это тоже билиберду, которую тут нам нес Николай Иванович Рыжков, мы не принимаем. У нас есть другой путь. И мы знаем, как сделать в России быстро и безболезненно рыночную экономику для того, чтобы мы смогли широким шагом двигаться вперед, нагонять другие народы. И избежать кризиса в нашествии. Я говорю своими словами, но он бы говорил примерно это. Не имея никакого плана. Но у него там были бойкие ребята. Один из них сегодня жив и работает активно в Государственной Думе в качестве омбудсмена по финансам. Это Медведев, Павел по батюшке я забыл. А другой, к сожалению, умер. Это Игорь Нитбул, наши товарищи по экономическому факультету МГУ. То, что они предлагали, это была теория так называемых красных денег. Ввести другой вид денег и добиваться того, чтобы она была прочная, устойчивая. Ну, а с остальной, ну как будет, так будет. В общем, это чушь собачья тоже. Ну, как вам сказать. Мы были не готовы. В общем, наша наука, марксистско-ленинская, не была готова к крупным переменам и прочим. Но все-таки те люди, которые работали в комиссии Абалтина, те люди, которые параллельно работали в институте системного анализа во главе с господином Гешуани, я не случайно называю все это название, потому что среди этих людей у него были такие люди, как Гайдар, Авин, там еще близкие люди и шатали в этом институте. И они тоже уже достаточно хорошо понимали, к чему, как разворачиваются события. Да, мы тоже понимали. В общем, короче говоря, я уехал на семинар. В Шопровне это было на западе Венгрии. Там было много иностранных специалистов высшего класса. Они, так сказать, делились с нами. И, значит, давали очень важные дельные советы. Они будут вам передавать. Но если вы хотите, то вот эту книжечку, которую я вам показал, господин, ну, наш друг, господин Зубтман, то там об этом написано. Вот. И вы можете, в общем, прочитать. Это не очень такое дефицитное издание. В любом случае на сайте, в интернете вы это можете найти. Значит, суть была в том, что нужно осуществить рыночные реформы. Главные шаги. Либерализация цен, открытие экономики, предоставление полной свободы предпринимательству, чтобы оно могло вырастать, свобода движения рубля. И это было потом сделано. И приватизация. Вот если вы выбираете это минимум, наверное, еще можно что-то там, один, два пункта добавить. Но это такой, так бы, центр сделали, это такой конгломерат взаимосвязанных ключей, которые дальше открывают вам дорогу к движению. И вокруг этого начинают нарастать, начинают нарастать другие институты рыночной экономики. Ну, значит, мы сидели, работали. С западной стороны были очень вирные ученые, я бы сказал так, первый ряд. Вот. С другой стороны заседало правительство Гайдара, образца следующего, 1991 года. А я был там, как бы, представитель союзного правительства вместе с господином Хандруевым. И мы старались их как-то удержать и все такое, они были очень горячей на стороне. Тем не менее, эти все решения были там одобрены. И в это время звонок Явлинского мне сообщил о том, что я должен быть первого и августа в Москве. Начинается работа над программой «500 дней». Ну, она называлась, как он сказал. В общем, эта программа должна была выразить объединенную позицию Горбачева и Ельцина, направленную против... Ни против кого не направленную. Тогда такой идеи не было. Понимаете, эта жизнь была такая. Надо было, по крайней мере, так считал Борис Николаевич Ельц, надо было иметь оппонента в рывок. Ну, и поэтому такими врагами оказались Николай Иванович Рыжков и Леонид Иванович Абалкин. Вот мы... Я должен приехать первого числа, и мы садимся сделать эту работу. У нас времени месяц. Хорошо, мы приехали. Появилась программа «500 дней». Она за четыре дня была обсуждена в Верховном Совете РСФСР и принята немедленно, без всяких поправок. Вот, а в большом союзном провалении очень тяжело шла дискуссия. Вообще было ясно, что они не готовы принять ее. Почему? Я не берусь говорить, но у меня было такое твердое убеждение, что господина Горбачева вызывали на политбюро, вернее организовали политбюро. Состоялся серьезный разговор. Ему сказали, дорогой генеральный секретарь, ты учти, что вот если ты подпишешь эту программу «500 дней», то ты больше не будешь генеральным секретарем. Это я моделирую такую ситуацию. Я, конечно, ничего не знал. Но после этого поведение всего союзного блока изменилось. Нам эту программу, которую мы написали, выкинули, предложили другую, которая руководила написанием, Абел Гензевича Рамбедян. Еще ушло какого-то время, это все было ослаблено. И, ну, надо было двигаться дальше. Короче говоря, это дальше наступило в августе 91-го года. Еще до конца августа группа людей во главе с Гайдаром приступила к работе. Я поклялся, что я там больше Гайдару руки не подам. За распад Советского Союза я не хотел, не мог с ним согласиться. Никак переварить эту мысль, но не мог. Вот. Как-то мы там спорили, встречались, дружились, ссорились. Короче говоря, реформы начались. Начались 2 января 92-го года указом о либерализации цен. Перед этим все необходимые меры были уже приняты. И открытие границ России, и затем в первых числах в первых числах января 92-го года, если вы вспомните, был знаменитый указ президента Ельцина о свободе торговли, хотя уже союз развалился. Вот. Ну, короче говоря, эти реформы начали. И меня пригласили, несмотря на мой, так сказать, позиционный настрой, и приглашали мои старые друзья, Явлинский и Петраков, с другой стороны Гайдар с Чубайсом. Я подумал и подумал, и в конце концов пришел такого выбора. Наверняка то, что сейчас будут делать Егор и Анатолий, это все погибнет. На это максимум уйдет год, и сколько-то они продержатся, а дальше дело не двигается. Поэтому тогда я буду тоже поду жертвами, но за это время должно быть что-то сделано, чтобы уже не умер. И я, в общем, согласился работать с ними. С этого мои приятельские отношения с Явлинским и с Петраковым были нарушены. Ну, что делать? Жизнь, так сказать, складывается, как она складывается. А вот потом эти реформы были реализованы. Прошло время. Я посмотрел, как развиваются события в России. Особенно это было важно после президентских выборов 1996 года. Потом это было важно в 99-м году, когда проходили парламентские выборы, а до этого шли дискуссии относительно того, годится ли новая партия Отечества, вся Россия, которая собрана была Лужковым, Яковлевым из Питера, и Шемиевым, и из Татарстана. Может ли она заменить эту партию, которая бы руководил Черномырдин, наш дом, Россия. Короче говоря, это стало, в конце концов, менее интересным. Меня уже отправили в отставку. Меня отправили в отставку в 98-м году. Я был какое-то время министром экономики, потом меня перевели в министры без портфеля. Ну и потом, уже перед кризисом, августа 91-го года, я уже был, 98-го года, я уже был в отставке. Ну и оказалось, могу не нести ответственность и так далее, но я тоже скажу, что вот это, как будто, был самый лучший период в моей жизни. И я чувствовал, что мы все-таки что-то важное сделали. Что? Еще трудно было понять, потому что рынка еще не было, была дикая инфляция, было все плохо. Ну, надо было уже выжидать, дальше посмотреть, посмотреть, что дальше получилось. Но мысль о том, что может вообще в России ничего не получится, не появится наша мечта, какова его выражалась, в том, что это будет демократическое государство с рыночной экономикой, мы этого себе представить не могли. Уже, ну, все сделано. Вот этот комплекс позиций, которые там были проведены, это было колоссальный шаг. Я вам могу сказать это искренне, а потом специально изучал тех людей, у кого Гайдар мог списать все эти вещи. Я про себя не говорю, я был просто малограмотный парень, потому что представить себе какую-то связь политики Людвига Эрхарта в Германии после войны, или в деятельности Маргарет Тэтчер, или в деятельности Дэн Сиопина в Китае. Ну, в общем, конечно, такие философские рассуждения были, но у меня, честно вам говорю, было такое ощущение, ничего подобного, что происходит в Советском Союзе, в мире нигде не было. И нет, и поэтому вот это это будет колоссальное достижение. Ну, потом я познакомился с трудами названных людей в особенности. Я должен сказать о Людвиге Эрхарте, потому что он на самом деле был одним из самых ярких людей, которые добились первых успехов в рыночных реформах в стране развитой рыночной экономикой. Даже не рыночной, но развитой современной экономикой. Я имею в виду Германию. Значит, если вы думаете, что первые шаги его деятельности были, сильно отличались от Гайдара и что немцы его страшно полюбили сразу, это было не так. Только через пять лет они поняли, что реформы дают результат. Не просто, так сказать, некоторые люди, а просто стало ясно, что в Германии произошло экономическое чудо, оно встало на... Ну, то, что я вам сказал, другие... другие работы. лично у меня меньшее производили впечатление. Это касается и Марго Тещера, и Дэн Сяопина. Ну, что на меня, конечно, такое же впечатление производило, это работа Лешика Полцаровича в Польше, потому что Польша нас резко опережала в реформаторском движении. Лешик был как раз так получилось, что он стал главой, знаете, я даже не знаю, как это объяснить, как получается. Почему Гайдар у нас стал лидером? Ну, вот так. Он соответствовал тяжелому моменту, он готов был брать на себя самую важную работу и, так сказать, нести ответственность. То же самое делал Полцарович в Польше. Вот, я недавно встречался с ним, потом через несколько дней, надеюсь, опять его убить, потому что в Польше будет совещание антиправительственное, потому что там соберутся либералы, будут выступать по-своему. Вот, но не важно. У Гайдара была своя судьба, он сделал самые важные вещи, и после этого прошло некоторое время, ну, так, условно, 98-й год, произошла девальвация рубля 4,5 раза, оказалось, что этого достаточно, и на рынке установилось равновесие, через еще год или два страна пошла в год. Я хочу обратить внимание на то, что это были конец 98-го, начало 299-й, 2000-й год, это уже был президент Путин и так далее, но он имел, так сказать, мужество собрать бизнесменов всех и сказать, значит, вы занимаетесь своими делами, экономикой, я занимаюсь своими делами, политикой, мы друг другу в эти дела не лезем, мы тогда будем в мире и будем успешно работать. Потом он, правда, свое слово не сдержал, потому что через два года проведения, так сказать, наследия курса Бориса Ельцина, он убедился вместе со своими коллегами, что события поворачивают таким образом, что они могут взять основную со своей командой, могут взять основные бастионы нашей индустрии, частную собственность или государственную собственность и так далее, и вести свою линию и при этом уже не считаться с олигархами, тогда был арестован Ходорковский и прочее, вот так все сложилось не совсем так, как мы с самого начала думали. Ну вот как раз тут-то меня и так сказать, заинтересовало, а что же, почему это все произошло? Ведь мы же вроде так все сделали умно, и все было учтено, и как-то там должны были быть, конечно, какие-то несовершенств, но в принципе такого рода реформы должны были привести к успеху. Мои два вывода были такие. Во-первых, эти реформы к определенному успеху привели, потому что рыночная экономика в России образовалась, мы могли заходить в магазины, что в Москве, что в Нижнем Новгороде, что в городе Балахне, куда я завтра поеду. Но все равно в общем экономика работала более-менее нормально, потому что магазины были наполнены товарами, цены повысились, в общем, жить было можно. И с каждым днем, особенно с 2003 года, когда цены на нефть стали повышаться всеми мирными шагами, у нас были более успешные экономики. И вот я рассуждал, я понимал, что тот успех, который достигается на волне повышения цен на нефть, это не постоянный успех. Это означает, что когда цены на нефть опять упадут, мы столкнемся с другими проблемами. Надо как-то над этим думать. И почему все-таки то, что мы делали, и так мы были охвачены энтузиазмом, и так далее, почему все-таки так не получилось? Почему наш нынешний президент, окруженный своими сторонниками из бюрократической партии, они на самом деле выиграли и воспользовались успешным повышением цены на нефть и успешным функционированием российской экономики? Вплоть до 2013-14 года, когда направление нашей экономической динамики изменилось. Очень у меня было много размышлений, я понимал, что просто так это все произойти не может. И тогда я обратил внимание на итоги научного собрания, которое в 1999-м году произошло в Гарварде. Управлял этим собранием профессор Хантингтон и его помощник Лоуренс Харрисон, который в течение многих лет провел в Латинской Америке и все время сравнивал, почему Латинская Америка развел так, хотя у них в этих стран Конституция была очень похожа на Американу. Просто скажем, в Мексике та же Конституция, только написанная на испанском языке, в его переводе. Ну, все было интересно, но как бы вот их размышления, там было много других известных очень ученых таких, как Дуглас Норд, будущий Нобелевский лауреат и другие люди. И материалы этого семинара вышли через год под названием «Культура имеет значение». А это, так сказать, значит, как раз тема нашей лекции, потому что выводы, которым пришли эти винные ученые, значит, они заключались в том, что в конечном счете то, как развивается экономика, то, как развивается общество, в значительной степени определяется культурой. и вот почему имеет такие достижения, предположим, европейская цивилизация, почему Америка это тоже европейская цивилизация, вот, они достигают определенных результатов, которые трудно переплюнуть, а другие у других не получаются. вот это принципиальный вопрос. Значит, очевидно, определенные взаимосвязи между элементами этих разных цивилизаций, они приводили к разным результатам. Грубо говоря, китайская цивилизация была на несколько тысячелетий старше европейской. Я не беру римский период, потому что римская культура тоже была весьма старая, и как бы параллельно были, наблюдались успехи древнего Рима с успехами древнего Китая. Но все-таки были какие-то факторы, которые появились в Европе позже на базе европейской, римской традиции, но все-таки позже. Ну, я как бы могу вам сказать, что ко всем другим элементам культуры, которые появились и там, и там, у европейцев было такое важное явление конкуренции. Потому что если вы обратитесь к Европе, предположим, 12 века, она только что пережила священную римскую империю Карла Первого, там были, так сказать, постоянные феодальные схватки между различными курфюшествами, или там, герцовствами и так далее. Вот, в конце концов этот процесс развивался. Отдельно от него сохранялась католическая церковь, которая была, ну, очень влиятельна. И если папа подвергал какого-то императора проклятию, то его ничего не могло спасти. Я напомню вам эту историю, вы наверняка слышали о ней, как этот самый император священной римской империи Фридрих Барбаросса на коленях подбирался к этому самому месту жительства папы, по-моему, это был Иннокентий Третий, не ручать, не ручается это точно, но то, что он полз, это точно. И что он просил прощения, и после этого папа просил, и, в общем, какое-то было такое успокоение, но на почве так сказать, как бы первое превосходство папской власти. Прошло несколько десятилетий, после этого другие императоры уже нашли других пап, но принципиально важно то, что всегда европейская цивилизация имела вот эти разные образцы, и она подбирала себе разные люди в разных странах подбирали себе направления, в конце концов появилось протестантство и так далее, тому подобное, и вот эта вот беспокойность европейской культуры, она сопровождалась, это была как бы борьба конкуренции между различными религиозными, светскими, экономическими силами и так далее, но она была, и в это время, как раз 12 век расцветала, по-настоящему, делала первые шаги, будучи буржуазной цивилизацией, потому что развивалась торговля, развивалось ремесленничество, росли города, и в городах были совершенно другие начала управления, чем, предположим, других феодальных имений и так далее, и конкуренция с самого начала там играла важную роль. Если вы возьмете и сопоставите с Китаем, это различие культур, обратите внимание, значит, если вы сравните с Китаем, вот эту новую европейскую цивилизацию, которая рядом с своими современниками, в мусульманском мире, или в Индии, или в Китае, связан, встречались с цивилизациями более развитыми, более богатыми, но зато у них какие-то были свои преимущества, и они уходили все дальше вперед. Вот это была культура, основанная на рыночной экономике, на конкуренции, и что очень важно, на твердом, действительно, древнегреческом, античном понимании закона. Это принципиально важно, потому что если вы берете рыночную экономику, посмотрите на первые шаги этой рыночной экономики у нас в стране, предположим, в 90-м году, в 93-м, то вы обратите внимание на то, что там закон не ночевал, значит, можно было крыши выстраивать, можно было убивать этих людей, которые там где-то чего-то нахапали и не хотели с вами делиться или еще что-то, но короче говоря, вот это такой процесс, который потом приходит в некое равновесие, но он это требует очень продолжительного времени. И рождение определенной культуры. Основой этой культуры является признание права, верховенство права. Вот европейская цивилизация, отличается таким важным моментом, превосходством права принять судебное решение, особенно если оно основано на старом, старинном законе, отличие имеется только между Великобританией и континентальной Европой, но закон является обязательным, потому что рынок это вообще-то говоря, хаос. Если у вас есть хаос, и он каким-то образом не регулируется принятием законов, которые были бы сильнее каких-то воли каких-то сеньоров, герцогов, королей и так далее и тому подобное, то вы не можете работать. Вот это шло от древних Афин. В древних Афинах это было седьмой век, значит, они уже были, но это вообще-то интересно, это было движение европейских племен, второй поток, вот, и они значит, греки древние, они четыре века не подавали вообще никаких тьма была этих веков, потому что никаких проявлений какой-то новой цивилизации не возникало. Единственные два памятника с того времени это Илиада и Одиссея. Не так плохо, если смотреть сегодняшними глазами, но вообще, так сказать, вот это малая связь. Но потом в седьмой век появляется дракон. Я говорю слово дракон, это не имею в виду, это сказочное животное, имею архонта дракона в афинском собрании народа, который решился на принятие ряда очень важных законов, а особенности заключают в том, что почему так возможно стало, потому что сравнительно немногочисленные индоевропейские племена, я забыл, как именно это направление называется, дожическое, по-моему, а перед ними была Ахейская, которые завоевали Крит, и там уже строили свою критомикенскую культуру раньше, вот, ну, короче говоря, все эти люди, которые были в народном собрании, туда собиралось, собиралось, примерно, 4-5 тысяч мужчин, это было все население полиса, значит, затем эти ребята, значит, все были одновременно земледельцами, воинами и делегатами этого собрания, там еще был определенный слой людей, который назывался басилевцами, это были дворяне, это было, как дворяне в современном, в нашем смысле, которые хотели, это элита была, которая хотела править, которая успешно правила в других обществах, а эти вооруженные крестьяне, они сказали, нет, мы так не согласны, все основные решения должны приниматься в виде законов на народном собрании, и это были очень жестокие законы, я напомню вам такого героя, Афин, Аристина, который побеждал добился очень многого для усиления Афин, вознаграждение от сограждан заключалось в том, что изгнали из Афин на 10 лет, для того, чтобы он доказал, что он не замышляет никакой гадости, и так далее, и тому подобное, таких историй было много, короче говоря, там укрепилось вот это понимание, зачем нужен закон и почему он должен быть суров и исполняться по решению законодательного собрания, ну и так далее. Значит, все последующие проявления демократии, как бы они появятся, они обязательно, и рыночная экономика, они обязательно связаны с таким верховенством права. Наши юристы меня предупредили, не говори о верховенстве закона, потому что у нас содержание закона в нашей стране совершенно другое. Это есть слой правящей бюрократии, которая, так сказать, определяет, что им сейчас нужно, какие законы, должны как бы быть написаны, приняты, и чтобы после этого все их слушались в соответствии с этими законами. Ну, для примера я скажу вам, последний пример, это история с законом о коммерческих организациях и с поправкой 12-го года относительно иностранных агентов. Ну, когда недовольство правозащитников дошло до Владимира Владимировича Путина, он был очень настроен миролюбиво, он попросил своих коллег, в том числе Минюст, за Минюстом, он же на переднем плане, а там есть и другие люди, которые этим делом занимаются, они что-то поменяли. Главная борьба была между пониманием того, что такое политическая деятельность, потому что если вы проводите политическую деятельность, и если вы при этом получаете какие-то ассигнования из-за рубежа, значит, вы иностранные агенты. И в первых изданиях даже было сказано, что неважно, есть связь между вашей политической деятельностью и тем, что вы получаете с деньгами, которые вы получили, предположим, от европейского сообщества или еще от кого-то. Неважно. Важно, что есть эти деньги, и вот вы занимаетесь политической деятельностью или вообще в политическую деятельность входит не только борьба за власть, но также и попытки влиять на общественное мнение с тем, чтобы его именить и так далее и тому подобное. Я прямой участник этой борьбы, потому что в какой-то момент это был 25 мая прошлого года. Я и мы, я имею ввиду мою организацию, это фонд «Либеральная Россия», а также организация Дмитрия Борисовича Зимина династия, значит, мы получили почетное звание иностранных агентов. Мотивы были такие, ясен, позволяет себе политические выступления, значит, и одновременно берет иностранные деньги. Какие иностранные деньги? Это были деньги Зимина. Но он хранил, как и многие русские буржуи, хранил свои деньги за границей. И для того, чтобы получить, он должен провести эти деньги сюда, передать мне, он должен был, так сказать, провести какие-то операции. Ну, и нам в Миньёсте говорили, ну, вот, неясно это, откуда Зимин берет деньги. Ну, мы ему говорим, им говорим, вот, ты, по-моему, там принимал участие, это, мой коллега здесь со мной присутствует, Игорь Радумов. Вот, значит, да, значит, мы, так сказать, получали деньги русского бизнесмена, который, вообще-то говоря, представляет собой славу России, новых времен России, потому что я лично вспоминаю его первую акцию «Земина» на Нью-Йоркской бирже с своим пилкомом, значит, куда он поехал в сопровождении Егора Гайдара, уже свободного от поста премьер-министра, вот, и там они имели шумный успех, они прилично заработали, тогда прилично, и потом их получили высокую оценку, я вспоминаю вечер в консервативно-либеральном клубе на, как это улица называется, Никитская, да, Большая Никитская, вот, где меня к Зимину подвел сам Егора Тимурович Гайдар, как его знакомство, естественно, как говорится, первые удачные ростки российского капитализма. Теперь его обвиняют в том, что он, значит, таскает в Россию иностранные деньги, потому что в России принято, чтобы буржуи свои состояния хранили лучшим на зарубежных счетах, потому что здесь нельзя представить, что там на завтра придумают там какие-нибудь лидеры. Ну, короче говоря, я возвращаюсь к тому, что во всех этих примерах мы понимаем, что существенное значение имеет культура. Для России очень характерно то, что наша национальная культура в довольно высокой степени отличается от европейской культуры, где была конкуренция, где было одновременно верховенство права в городах, где свою власть осуществляли уже новые сословия купцы, ремесленники и так далее. это было очень важно, потом из этого выросли буржуазные революции в Великобритании и во Франции и так далее. Значит, и Россия, а Россия культура шла из северо-восточного угла, другие части Киевской Руси, они не были столь удачными, поскольку они оказались под большим влиянием других западных стран, прежде всего Литвы, это в основном наше княжество, удельное княжество Беларуси и Польши, в основном это удельное княжество Украины, причем значит, крупное и очень успешное в определенные времена Галинско-Волынское княжество, ну, тоже попало под контроль Польши. А там по-своему развивались события, а в северо-восточной Руси, хотите другое название, это Великороссия, значит, события поворачиваются в другом направлении. Я готов сказать, что это было восприятие после татаро-монгольского нашествия, приношу извинения, если есть татары, монголы, это все уже дым-дым-дым-дым-дым прошло, и мы должны к этому относиться иначе и относимся иначе. Вот, и я значит, просто хочу сказать, что важные моменты, прежде всего, монгольской культуры, потому что татары уже были мусульманами в то время, а татарики были азиат, как сказать, кочевники, без каких бы то ни было льезных убеждений, с очень четкой структурой господства, которая была свойственна для, как раз, кочевников. Мяс, Хан, Чингисхан, значит, все остальные против него выстраивались в иерархию, между изменениями по вертикали были отношения господства и подчинения, и эта традиция, это как бы устройство жизненное было сначала навязано в Великороссии, а затем была воспринята нашими правящими сословиями и внедрены у нас. Значит, вот мы, как всегда, любим себе представлять, как мы расстались с татаро-монгольским имом. Тогда на реке Угре построились наши значит, отряды во главе с великим князем Иваном III, они стояли, ждали, когда подойдут эти самые монголы для того, чтобы еще раз разорять Русь, но уже мы были сильны, и поэтому они не пришли, не напали, и там ничего такого не произошло. Мы как бы получили свободу, но кто мы? Это наша элита, правящая, но она что сделала? После того, как она собирала дань для монголов, она не перестала собирать дань, она брала ее себе. И вот эта система устройства вот таких институтов, оно привело к тому, что в течение длительного времени Россия развивалась по... Россия, имея в виду московское княжество, и те княжества, которые русские на северо-ростоке объединялись вокруг Москвы, потому что то же самое сказать про Новгород или Псков нельзя. Только потом, когда Москва их разорила и дважды буквально, ага, один раз руками Ивана Третьего, второй раз Ивана Четвертого, с особенно тяжелыми последствиями, значит, там ничего не менялось. Ну вот там мы в Великороссии создали такое мощное государственное образование с такой сильной организацией, в которой все глядя наверх боялись, глядя вниз относились с презрением. Вот это очень важный элемент культуры. Вы скажете мне, а при чем здесь культура? Ведь культура это изящное искусство, это всякого рода преимущества, которые получают люди от того, что они приобретают все эти качества и получают возможность любоваться ценностями, которые привлекают их. Вот как сейчас я оглядываюсь на стены ваши, здесь висят хорошие картины, есть чем любоваться, значит мы уже цивилизованная нация. Но все-таки важно понять, мы какая цивилизованная нация. Если вот я сравниваю, предположим, старую европейскую культуру, в то время, когда она вступила в контакты с китайской культурой, уже вступила. Значит, китайцы поржались тому, с какими грубыми и неприятными людьми они, так сказать, приходится иметь дело. А европейцы удивлялись там всяким китайским чудесам, которые они ничего не умели пока в Европе производить. Но все равно победа европейской цивилизации в каком-то смысле была предопределена. Почему? Потому что в свое время китайцы добились колоссальных успехов. Они выдвинули такого мудреца, как Конфуция, это было по-моему 500 лет до начала нашей эры, он все написал, как строить гармонию, и они строили гармоническое общество. Но с какой позиции? Ну со стороны императора или высших слоев знати. А знать там было очень интересное, нас составлялось из людей, не обязательно богатых, а тех, которые сдавали экзамены, показывали лучшие образцы образования, и потом уже, так сказать, попадали в это новое сословие. Эта цивилизация в течение многих, по крайней мере, трех тысячелетий добивалась больших успехов. В чем выражались эти успехи? Если Китай завоевывали какие-то жившие севернее кочевники, то очень скоро они становились, они входили в китайскую знать, они ставили своего хана императором и одновременно становились китайцами. И эта система существовала вот эти две с половиной тысячи лет, и все было нормально. И это как бы главной идеей у китайцев это была гармония. Гармония особенно в правящих элитах и так далее. Вы должны с этим как бы были все считаться. Правители основные это чиновники. Если вы берете военных, они до поражения данной династии оттираются, они играют тридцестепенные роли. Те предприниматели то же самое. Не знаю, феодалы и так далее, вот они тоже там этой роли не играли, которую не играли в европейских странах. Короче, там никакой конкуренции не было. Какая конкуренция, если вы молитесь на гармонию и на власть императора, который один имеет право делать выбор. Вот такая культура. Вот я со всем этим познакомился и я понял, что наше, не скажу поражение, но наше частичное поражение и растягивание времени для того, чтобы построить действительно сильную экономику и гражданское общество, упираются тяжелые проблемы, которые связаны с тем, что мы жили в стране в соответствии с монгольским правом. Мы приучены были к этому. Я хочу напомнить, что еще совсем недавно при Петре первом у нас было полностью служилое государство. И дворяне и бояре тоже не были свободными людьми. Они должны были служить. Потом при первой подвижке совершил Петр Третий, подчеркиваю, который издал соответствующий указ об освобождении дворянства. Потом, поскольку он вообще ничего хорошего не мог сделать, поэтому Екатерина издала последующим новое уложение, которые предоставили определенное преимущество сословию дворян. Но никак не крестьян. Никак не крестьян. потом наступил новый этап, был Николай Первый, это была другая эпоха, а после него его сын Александр Второй отменил крепостное право. Это было колоссальное политическое событие, и одновременно это было колоссальное событие русской культуры, которая перестала из средневековой культуры становиться культурой европейской. К сожалению, эта история продолжалась недолго. Я хочу при этом напомнить, вы здесь живете все-таки в центре событий, которые разворачивались в Великороссии. завтра я еду в Балахну познакомиться с памятником Минину и хочу воспроизвести эту скульптуру на территории высшей школы экономики с надписью «Первый гражданин России, который сказал государю, государю, мы можем не иметь, но государство мы иметь обязаны». Это, так сказать, результаты вам известны, но для меня это важно, потому что в России с этого времени это был первый шаг к формированию в России гражданского общества, другой культуры. Это было сначала индивидуальной акции, но вы вспомните о том, что потом было ополчение, в котором уже были люди, у которых были другие взгляды на события, которые происходили на Руси. Затем был указ Петра Третьего, потом шаги очень важные Екатерины, которая все-таки исходила из-за того, что если она чужачка, немка, если она хочет сохранить власть в этой стране, она не должна ничего делать против интересов дворян, она не стала делать следующие шаги, тем более, что там в Европе началась французская революция. Я хочу вот еще раз одного человека напомнить вам это Милютин Николай Алексеевич. Почему я это говорю? Может быть вам доводилось читать какую-то литературу историческую, это был дворянин, ну, такого, я бы сказал, мелкого пошиба, его предки имели сравнительно небольшое имение в нынешнем Милютинском переволке в Москве. Ну, если вас приведет в Москву что-то или в высшую школу экономики, то, как гляньте, значит, ближе к концу в Мясницкой попадает такой переволок, Милютинский. Почему я говорю о Милютине Николая Алексеевича? Я говорю потому, что этот человек был автором в наиболее важных частях автором того манифеста, который был потом опубликован как императорский указ. Надо сказать, что сначала Александр Вталой относился к этой его деятельности крайне отрицательно, но у него были друзья, они понимали, что это очень правильное решение, но это были такие случаи, когда типа вашего Минина находились люди, которые хорошо понимали, что нужно стране. В конце концов, они это проводили и с большим трудом, но их предложенные ими идеи приспосабливались начинали все больше и больше определять условия жизни в нашей стране. Николай Алексеевич это один из них, его брат Дмитрий Алексеевич, создатель русской регулярной армии, построенной по современным образцам. Мне это, как говорится, меньше интересует, чем отмена крепостного права, но все-таки, а потом были люди, которые добились судебной реформы, а потом были люди, которые добились земской реформы. Это местное самоуправление. Не только на днях пришлось сидеть и разговаривать с людьми, которые интересуются этими вопросами в Кремле, а в Кремле они интересуются вопросами, которые связаны с тем, что это местное самоуправление или земское управление нужно, но его у нас отменили в 2001 году, имейте ввиду это обстояние. В общем, я вам подробно говорю, по-моему, совсем не то. Я вам говорю все время про политику. Но вы поймите, политическая жизнь это есть некий процесс, в ходе которого рождается общественная культура. и если у вас нет вот этой деятельности и так далее, то ваша культура застывает, она ослабляется. Поэтому, если вы будете перед собой ставить такую задачу, что вот мы восстановили русские традиции, у нас теперь все как у людей, мы теперь снова большая империя, то в конечном итоге мы получим все более отстающую страну. А значит, если мы подходим иначе, смотрим, а у кого какие наиболее важные сдвиги есть в культуре, чем мы можем и что мы у себя можем придумать для того, чтобы добавить какие-то институты, обратите внимание, я не провожу различия между культурой и институтами, потому что институты это и система институтов, это и есть культура. Хотя эти понятия рождены в разных науках, понимаете, вот институты, это институциональный анализ, экономика, оттуда это идет, а культура это совершенно из других областей, как бы кажется, что это не имеет одно к другому никакого отношения, но вот я, скажем, занимаюсь уже этими вопросами капитально, я обнаружил, что человеку свойственны два вида свойств. Первый ряд свойств это врожденные свойства, это то, что он воспринял от природы, и что, так сказать, сохраняется, потому что организм человека трансформируется, происходят какие-то изменения, он претерпевает естественный отбор, так же, как и большинство других животных, и это приобретает врожденные свойства. А другие свойства приобретенные, те, которые люди получают от того, что они взаимодействуют, какой-то опыт, так сказать, накапливают, распространяют у себя, и это в результате того, что применяются все шире эти приобретенные свойства, прекратился в человеческом роде естественный отбор. И люди стали жить, ну вот, как бы меняясь культурно, но не физически. Вы скажете, может быть, это и плохо. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки это, так сказать, направление определенной прогресса, которое позволило затем человечество заразом производить культурные революции, опираясь на приобретенные свойства, полученные, так сказать, во время взаимодействия с природой и между собой. Это можно устроить еще большой разговор на эту тему, но когда я об этом говорю, я хочу сказать, что как бы там ни было, прогресс человечества со всеми его, так сказать, колебаниями для разных народов, значит, этот прогресс был прогрессом культуры, которая все время вырастала на взаимодействии с природой во взаимодействии между людьми, накоплением опыта и, так сказать, постепенно, так сказать, повышая при этом уровень жизни, развивая образование и так далее и тому подобное. Последние 200 лет, начиная с 1800-го года, так как-то известные специалисты по одним вопросам, они определяют это, самый последний этап, когда уровень жизни людей до этого, 3000 лет, никогда не приводил в конечном счете к значительному повышению жизненного уровня. Не приводил. Ну, как, вернее, были эти случаи, были периоды, но потом, так сказать, эти периоды сменялись другими и, в общем, так сказать, больших изменений в развитии человечества с точки зрения материального благосостояния не получалось. За последние 200 лет с 1800-го года уровень жизни граждан, ну, человеческого рода вырос в 10 раз. в 10 раз это результат развития капиталистического способа производства. Причем, хочу подчеркнуть, это касается не только капиталистических наций, Европы, Америки и так далее. Это касается всех людей. А если вы возьмете европейскую часть, ну, скажем, европейскую цивилизацию вместе с Америкой, вместе с Россией, и так далее, то рост в 23 раз прилично. Сейчас, правда, вот у нас он снижается, так и жизнь устраивает. поэтому мой вывод, если хотите, я понял, что если мы не сразу, не за 500 дней перестроили нашу страну, мы имеем некоторые уклонения от нашей мечты, ну, моей мечты, можно так сказать, то это потому, что вопрос, в конце концов, определяется не тем, какие вы победы одержали в уличных встречах или в заседании в парламенте, а развитие культуры. Спасибо. Это моя книжка. Она называется «Приживется ли демократия в России?» Я не убежден, что кто-то ее здесь читал. Я передаю ее вам, для вашей библиотеки. Но имейте в виду, что эта книжка имеется на сайте либеральной миссии, вы можете ее читать в интернете. Игорь, большое спасибо.